Здравствуйте, меня зовут Ирина Евдокимова, я представляю некоммерческое партнерство EVA. Наша организация представляет интересы женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией или тех, кто так или иначе могут подвергаться риску заразиться ВИЧ-инфекцией. Проблема, которую мы решили взять, это проблема такая, казалось бы, небольшая, но тем не менее мы считаем, что она напрямую связана с вопросами насилия, с вопросами того, как вообще себя женщина в отношениях с мужчиной чувствует. Это ситуация, когда мужчина так или иначе принуждает женщину отказаться от использования презерватива. И мы решили сделать такой скорее развлекательный сайт, где мы накидывали разные варианты того, как мужчина может это делать. Причем мы взяли выборку женщин, живущих с ВИЧ и женщин, которые не живут с ВИЧ, попросили их процитировать, что говорили мужчины, и, собственно говоря, вот это мы использовали для того, чтобы придумать на них аргументы. Соответственно, я не знаю, я, наверное, потом покажу, как это выглядит. Целевая аудитория наша – это девушки молодые, которые только, возможно, начинают сексуальную жизнь. И, возможно, более взрослые женщины, которые уже имеют опыт отношений и которые живут с постоянным партнером, но ничего не знают ни про его статус, ну и при этом не предохраняются. Идея как раз вот этого сайта, я уже, наверное, все-таки начну показывать. Ну, здесь вводная часть. Значит, ну вот эти утверждения, да, которые как бы мужчина может говорить, а это то, что может отвечать женщина на это. Текст немножко не с того места, но вот смысл в том, что здесь как бы ответ содержится. И таких ситуаций очень много от самых простых слов, которые мужчина может говорить, допустим, при первом сексуальном контакте, при таком, ну, может быть, случайном, одноразовом. И постепенно все уходит в отношения более стабильные, где мы предлагаем женщине, ну, как-то, если уже долгое отношение и презерватив не используется, подумать о том, чтобы, если она не планирует говорить с партнером о презервативе, хотя бы пройти тестирование. Вот, у нас тут эта вкладка будет называться «Сто лет вместе». Вот, ну и здесь как бы будут такие кликабельные штуки, где будет рассказываться о том, как и где можно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, что это просто, что это бесплатно, про анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и о том, как подобрать метод защиты от нежелательной беременности. Так, делали мы это на викс.ком. Как мы будем оценивать вообще, что этот сайт нам, ну, что он эффективен, что он влияет? Планируется по количеству просмотров, по количеству переходов с нашего сайта на сайт исправочный о том, где пройти тест на ВИЧ, где сдать тест на ИППП, на сайт нашей организации, где содержатся какие-то материалы женщин, которые живут с ВИЧ или которые живут с ВИЧ-положительным партнером. И наоборот, как бы переходы на этот материал с таких более развлекательных женских сайтов. У нас вообще есть идея активно скооперироваться с каким-то женским электронным журналом. Ну, я вот сейчас вижу Pix.ru в качестве такого вот формата развлекательного и для женщин, чтобы, ну, как совместно с ними, одна минута, окей, продвигать это дело. Что мы сделали за эти два дня? Мы уточнили идею, мы разработали практически полностью контент, мы начали делать сайт. Ну вот. Может быть, вопросы? А то я, сгод, совсем заволновалась. Потому что этот сайт, мне кажется, их целевая аудитория, это девушки, которые ищут развлекательный контент в интернете, и материалы очень соответствуют этому. И, ну, это молодые девушки, которые, там, имеют, может быть, одного партнера, может быть, там, периодически, там, ну, с разными вступают в сексуальный контакт, перед которыми может стоять этот вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok